На дворе зима, а в доме весна. Проливные дожди, характерные для более теплого сезона, идут внутрь дома номер 64 по улице Советской. Смытые ручьями воды побелка, струйки, бегущие по окнам подъезда, лужи. Именно такая картина встречает любого, кто входит в здание. Следы подтеков начинаются в верхнем углу и спускаются вдоль труб. И так на каждом этаже. Вода медленно, но верно прокладывает дорогу еще и на потолках и стенах квартир. Началось все в январе. Как раз у меня был день рождения, 21 января, юбилей. Начало в подъезде течь. Почему? Хотя был мороз. Слесари, которых прислали из управляющей компании ЖУ-6, покладовали над кровлей и течь остановилась. В относительном спокойствии твилетянам удалось прожить чуть более месяца. Прошлым вечером злополучная крыша вновь о себе напомнила. Я так еще подумала, думаю, нам ночь не спать. И точно вот к ночи у нас опять вот все прошло. Опять капает, капает на диван, капает на шкафы. Вот это все тук, тук, кап, кап. Спать невозможно. Обои отходят от стен, в углах уже расцветает плесень. А от побелки остались одни воспоминания. В другой квартире на четвертом этаже шума капель не слышно. По стенам тихо и быстро струятся тоненькие ручейки. Но, как уверяет хозяйка, сейчас вода течет еще не так сильно. До этого тазы вот до сюда стояли. Вот. Вот как все текло. Сейчас пока один тазик. В середине января, когда этот дом в последний раз посещали слесарей, объяснение потопа нашлось следующее. Труба горячего водоснабжения на чердаке слишком близко расположена к крыше. Кроме того, от большого количества снега, как заверили специалисты из УК, кровля прогнулась, снег растаял и потоком хлынул в квартиры. После недавней метели снежный покров снова вырос и снова заплакала крыша. Звонить в управляющую компанию, как рассказывает Ольга Козлова, дело практически безнадежное. В организации редко отвечают на звонки. Но этим утром жителям улыбнулась у дачи. Им сообщили, что крышу будут чистить. Однако на этом участие коммунальщиков в решении проблемы закончилось. Альпинисты приехали. Мальчишки сейчас, они все это счистят снег. Но ведь дальше-то все равно будет опять снегопад, будет оттепель. Летом будут дожди, весной будут дожди. Тут просто страшно жить. В настоящий момент, повинуясь законам физики, подтаявшие сугробы сползают к краям. И крыша за какие-то минуты обрастает ледяными иглами. Большая же часть снега уже утекла в дом. Чердак является собой ужасающее зрелище. Вода ровным слоем спускается по металлическим листам, укрывающим крышу. Сквозь них пробивается свет, а деревянные балки от влаги где-то почернели, а где-то наоборот покрылись белесыми наростами плесени. Расчистка крыши от снега, разумеется, принесет свои плоды. Но это лишь временное решение. Представителям управляющей компании следует задуматься о том, что если состояние крыши в ближайшее время кардинально не изменится, прогнившие деревянные перекладины похоронят проблему самостоятельно. Алиса Титова, Андрей Шибаев, РНТВ, Пилот.